Эта собака жила в одном из городов юга нашей страны, мы могли так никогда о ней и не узнать. На просторах нашей родины бродят тысячи бездомных животных и помочь каждому, к сожалению, невозможно. Эта собака выживала на улице, которая полна опасностей для животного, особенно, такого небольшого. Характер у девочки тоже не уличный, она спокойная, доброжелательная, ласковая. Ее обливали кипятком, сбили машиной, но несмотря на это она продолжает любить людей, радостно встречая каждого, кто к ней подходит. Местные волонтеры забирали собаку с улицы на лечение, но дом ей так и не нашли. Оставить ее на передержке после лечения также не было возможности, поэтому поправившись собака вновь оказалась на улице. Волонтеры не оставляли попыток найти для животного новых хозяев. Но все было тщетно. Тем временем собака приходила к дому, где жила во время передержки и сидела у ворот. Соседи ее присутствиями были недовольны и даже хотели от животного избавиться. Волонтеры вновь начали бить тревогу. Собаку увидели наши знакомые, пару лет назад взявшие себе двух питомцев с передержки. Небольшая собачка им чем оприглянулась, едва они увидели пост в социальных сетях, Лиза сразу решила, что животному нужно помочь. Для начала девушка принялась искать собаке временный дом. Во время телефонного звонка мы долго обсуждали возможные пути решения проблемы, одни из них стал приезд в Москву, который Лиза помогла организовать. Теперь собака у нас и общими силами мы пытаемся найти ей постоянный дом. Собаке дали имя Тая, но чаще все зовут ее Таюша. Ласковое прозвище она заслужила своим не менее ласковым характером. Проблем с Таей нет никаких, он тихая, спокойная, дружелюбная и к людям, и к другим животным. Таюшка очень любит ласку, общаться с людьми, хотя внимания и не выпрашивает. Ждет, когда человек сам его проявит. К другим животным пока старается не подходить, сохраняя нейтралитет, но возможно так у нее проходит период адаптации.